В этом году Всемирная Паутина отмечает 30-летний юбилей. 20 лет назад ее использовали в качестве нового источника знаний, позже перейдя на онлайн-развлечения. Ну а сегодня в интернете можно полноценно работать. Онлайн-школа Skill Factory запускает курс по интернет-маркетингу со стажировкой и трудоустройством. Курс длится ровно год и идеально подходит для новичков, которые за 12 месяцев дорастут до мидл-уровня и смогут уже во время обучения зарабатывать от 70 тысяч в месяц. Самое главное, вы не просто научитесь запускать руками рекламные кампании, вы научитесь стратегически управлять ими, правильно распределять бюджеты, анализировать эффективность и считать экономику. Обучение проходит в симуляторе рабочего процесса, то есть вам предстоит стать главным героем, который устроится работать маркетологом в крупную кампанию. Вы будете учиться на реальных кейсах, общаться с наставниками, работать по спринтам и смотреть видео-уроки от практиков. Помимо этого вас ждет месячная стажировка в одной из компаний-партнеров и помощь в трудоустройстве от HR из карьерного центра. Хотите изменить свою жизнь к лучшему? Тогда скорее переходите по ссылке в описании, записывайтесь на курс и не забудьте воспользоваться нашим специальным промокодом «Другая история», который даст вам скидку в 25%. История человечества помнит немало глупых войн. Каллигула объявлял войну Посейдону, отправляя военных бить море. Болония и Модена воевали из-за украденного ведра. Сальвадор и Гондурас 92 часа сражались из-за проигрыша в футбольном матче. Но особняком в списке является война, которая была объявлена не людям. В 1958 году Китай начал воевать с воробьями. И количество смертей из-за этой войны приблизилось к суммарным потерям по итогам Первой мировой. А по некоторым данным и превзошло эти показатели. Как так получилось и почему война с воробьями оказалась настолько кровопролитной? Чтобы понять это, отправимся в Китай 1957 года. Мы увидим диктатуру Мао Цзэду на отношения, которые с СССР ухудшились. После смерти Сталина курс Хрущева на разрушение культа личности и попытки мирного сосуществования с капиталистами Мао не понравился. Но беда в том, что Китай на тот момент великой державой не был и близко. 90% страны жили в деревнях, а о промышленности и тем более ядерном оружии Поднебесные и мечтать не могла. Мао не раз просил СССР поделиться секретами атома, но постоянно получал отказ. Китаю требовался технологический скачок, чтобы и перестать являться сателлитом коммунистического соседа. И как можно быстрее, ибо времена были лихие и раздел планеты все еще продолжался. Для этих целей после обсуждения 1957 года в 1958 было провозглашено начало кампании так называемого «большого скачка». Хрущев в это время пообещал, что СССР догонит и обгонит Америку по промышленным показателям. Мао не остался в стороне и объявил, что за 15 лет Китай перегонит Великобританию по производству стали. «Большой скачок» должен был начать тенденцию, ударив сразу по нескольким фронтам. Во-первых, по аналогии с советскими колхозами были созданы коммуны. Они включали в среднем по 20 тысяч человек, связанных коллективной ответственностью. И если раньше крестьяне занимались сельским хозяйством, то с большим скачком Мао переложил на коммуны необходимость производства стали, вооружившись подтасованными данными о производстве зерна, которого в стране якобы достаточно, и рабочие найдут время заняться металлом. В общем, вышло так, что жители коммуны должны и землю обрабатывать, и одновременно сами себе изготавливать технику и орудия труда. А попутно с подачей местных биологов Мао провозгласил две революции в сельском хозяйстве. Первое изменение подхода к посевам. Вооружившись исследованиями советского академика Лысенко, Мао поручил засевать семена более густо и глубоко. К этому вернемся позже, а пока нам важна вторая революция. 15 февраля 1958 Мао подписал указ об уничтожении в стране четырех вредителей. Комаров, крыс, мух и воробьев поручалось поделить на ноль. Ибо по расчетам китайских биологов, они наносили сельскому хозяйству урон, избавившись от которого можно прокормить аж на 30 миллионов человек больше. Компанию по уничтожению вредителей развернули с присущей китайцам массовостью. Агитационные плакаты, постоянные напоминания по радио, школы и субботники, посвященные убийствам, стали обычным делом. И компания почти сразу столкнулась с первой загвоздкой. Как убить крыс, которые могут пережить даже ядерную зиму? Про комаров и мух упоминать не будем. Избавиться от них, как и от крыс, окончательно не может даже современный мир со всеми его достижениями в химии. Единственный вариант – революция в гигиене и уходе за жилищами, которая по тем временам, возможно, не представлялась. Особенно в деревнях, ибо в условиях природы от крыс, муравьев и мух избавиться почти нереально. Но не нарушать же прямой указ Мао, не правда ли? Вот и вышли китайцы из положения, обратив взгляд на единственного члена четверки, убийство которого представлялось возможным. Пропаганда и агитация в итоге перестали упоминать неудобных вредителей и полностью сосредоточились на воробьях. Основным оружием стала история Фридриха Великого, правителя Германии 18 века. Он тоже объявлял войну воробьям, и китайские агитаторы подвернули статистику так, что урожаи после этого якобы пошли в гору. Чем все закончилось у Фридриха, мы расскажем позже, а пока отметим, что поначалу дела в войне с воробьями у китайцев шли неплохо. Силки, рогатки и ловушки работали, но не так хорошо, как хотелось бы. Тогда китайцы обратились за помощью к науке, которая заявила, что воробей не может держаться в воздухе больше 15 минут. Бедных птиц достаточно пугать, чтобы они не могли присесть. И тогда воробьи просто упадут на землю, оставшись без сил, где их легко можно будет добить. По всему Китаю начался сущий кошмар. Крестьяне, рабочие и старики кричали, били в тазы, размахивали яркими тряпками и всячески мешали воробьям присесть отдохнуть. Обычным делом была отмена занятий в школе, чтобы выгнать детей на улицу, ну с той же целью. Один из китайцев вспомнил, что всей школой они изготавливали лестницы, сбивали гнезда, а вечерами били в гонге, чтобы воробьи не могли найти покоя. А особо отличившимся давали специальные грамоты. В Пекине и Шанхае в итоге за три дня уничтожили 900 тысяч птиц. Пропаганда и газеты подлили масло в огонь и начали публиковать кадры мертвых птиц, сваленных в куче. Чтобы коммуны устраивали соперничество друг с другом и старались опередить соседей по количеству убийств. К декабрю 58-го по официальным данным было уничтожено почти 2 миллиарда воробьев. И разумеется в этом числе оказались и другие мелкие птицы, на которых тактика запугивания также сработала. Весь Китай отмечал победу над воробьями как важнейшее достижение, радость от которого дополнилась данными о прекрасном урожае 1959-го. Что разумеется всеми СМИ было завернуто как победа над врагом и следствие уничтожения воробьев. А то, что люди целый год всей страной оберегали посевы и работали живыми пугалами, все как-то забыли. Да и то, что экосистема планеты жутко сложная штука тоже осталась на заднем плане. И спустя некоторое время внезапно раскрылось, что кушали воробьи не только посевы, но и гусениц, саранчу, тлю и прочих вредителей. Которые в свою очередь зерном полакомятся только рады. И если раньше от них посевы защищали воробьи, то теперь делать это стало некому. И Китай в конце 1959-го столкнулся со страшным увеличением популяции гусениц и саранчи, которых в отличие от воробьев измором не возьмешь. Началась новая кампания, в рамках которой школьники и жители выезжали на поля, чтобы собирать гусеницы и работать живым щитом. Что разумеется не сработало и урожаю был нанесен катастрофический урон. Что вызвало один из крупнейших социальных кризисов 20-го века. В Китае начался голод, который унес по официальным данным 15 миллионов жителей, а по неофициальным до 40 миллионов. Телевизоры и радио пытались кормить людей историями о временном кризисе, но довольно быстро все поняли, что к чему. 18 марта Мао Цзэдун обновил лозунг «Большого скачка». Теперь уничтожать приказывалось крыс, клопов, мух и комаров. Что фактически можно считать белым флагом по отношению к воробьям. Одновременно Китай обратился за помощью к СССР и Канаде с просьбой «прислать воробьев». Странные удивились, но не отказали. Советы прислали целые поезда с воробьями, которых в Китае ждал настоящий рай. Благодаря огромной кормовой базе и отсутствию конкуренции, воробьи невероятно быстро вернули популяцию. И любовь простых китайцев. С тех пор в Поднебесное началась программа реабилитации воробьев. А в начале 21 века компанию защиты воробьев закрепили официально. Из-за насилия над животными можно получить серьезные такие санкции. На этом моменте большинство роликов и статей о войне против воробьев заканчиваются. Якобы наступил хэппи-энд, и эпизод в истории остался как безумная попытка человечества повлиять на силы природы, которая вызвала масштабный голод. Это действительно так. Но с небольшими уточнениями. Ибо компания по истреблению воробьев лишь одна из причин голода в Поднебесной. Китайцам, к слову, выгодно преподносить ее как единственную. Якобы мы совершили ошибку, извините, но зато мир получил урок, как не надо делать. К сожалению, воробьи лишь верхушка айсберга. Ибо голодал Китай не только из-за их отсутствия. В программе большого скачка было сразу несколько подобных критических ошибок. Помните труды советского академика Лысенко, которыми вооружился Мао? Их суть простая и гласит, что если закопать посевы поглубже, корни прорастут лучше и урожая будет больше. А параллельно стоит засеивать схожие культуры поближе. Ибо в условиях отсутствия других видов мешать друг другу они не будут. Провалились обе части плана, за что методы Лысенко в будущем нещадно критиковались ботаниками всего мира. А в Китае, помимо проблем с гусеницами, урожая стало меньше как раз из-за подобных манипуляций. Также 59-60-е годы сопровождались небывалыми природными катаклизмами. Река Янцзы вышла из берегов и из-за наводнения погубила 2 миллиона человек. В 60-м году ударила небывалая засуха, которая особенно сильно повлияла на северные провинции. Нетрудно догадаться, что эти события также внесли лепту в будущий голод. Но по-настоящему катастрофический голод все же в первую очередь вызвали действия правительства. Во-первых, как мы уже упоминали, кому нам было поручено самостоятельно обеспечивать себя сталью. Это привело к появлению множества мелких фабрик и цехов по обработке металлов. Что, в свою очередь, привело к двум бедам. Во-первых, раскрылось, что в кустарных условиях хорошую сталь и металлы не произведешь. А во-вторых, живущие и так несладкой жизнью крестьяне отвлекались от работы в полях и были вынуждены работать еще и здесь. Разрываясь на два фронта, ребята тоже стали причиной плохих урожаев. Ну а гвоздь в крышку гроба забила плановая экономика. В соответствии с ней государственное хранилище нужно было забивать зерном, соблюдая план. А крестьянам предлагалось жить на остатке. Из-за неурожая вышло так, что для плана зерно забрали, а на покушать своим работникам полей ничего не осталось. Доказательством этому служит то, что голод был и в самой плодородной провинции – Сычуань. Так что только на воробьев сваливать все не стоит. Причина голода – политика большого скачка в целом. И ее, слава богу, довольно быстро свернули. Правда, вот от последствий Китай оправлялся долгие годы. Учитывая колоссальное количество жертв, смеяться над проигрышем целой страны воробьям определенно не стоит. Стоит лишь запомнить, что история иногда способна помочь и другим наукам. Ведь истребление воробьев – отличный намек биологам, что сильно шатать силы природы и установленный ею порядок не следует. До новых встреч, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok